всем привет богатый на события 20 век жестоко обошелся с редкими породами животных некоторые из них исчезли навсегда часть балансирует на грани жизни и смерти до сих пор а вот египетская мау выжила только благодаря русскому дворянству дело было так после революции княгиня наталья трубецкая долгое время жила во дворце египетского посла в италии там она получила себе во владение удивительную кошку пятнистое создание умудрилась сочетать в себе серебряную шубу крепкое телосложение королевское изящество дворянка очень любила свою котейку и была уверена что предки ее пушистого солнышка сидели на коленях у фараонов к сожалению проследить родословную мурчалки невозможно известно только что когда трубецкая вознамерилась восстановить породу она с трудом смогла собрать 10 пятнистых кошек вместе с этой маленькой популяции x дворянка переехала в сша и организовала там питомник дальше подключились селекционеры они провели большую работу разбавили генофонд кучкой животин с улиц египта и индии и получили небольшую но элитную породу ежегодно в питомниках ее продолжателями признаются только две сотни котят хотя рождается много больше все дело в жестких критериях отбора животина должна иметь множество мелких особенностей глаза цвета зеленый крыжовник небольшую ямочку на лбу и один из трех окрасов бронзовый серебряный или дымчатый у селекционеров бзик на такие мелочи кроме вышеперечисленных фишечек каждый мало должен иметь букву м на лбу и черные полосы от глаз с другой стороны именно благодаря такому отбору египетские мау ведут себя практически одинаково их поведение напоминает собачье благородные котики за любой кипиш кроме голодовки пушистик готов скакать козликом возле хозяина требует постоянного внимания к себе обожает прогулки и всякие активные игрища да и покупаться в воде 4 килограммовый котопес не брезгует не забывает котик и поорать поэтому одиноким волкам любителям тишины и ценителям личного пространства такой экстраверт не подойдет он гарантированно на рушит и то и другое без плюсов тоже не обошлось пушистый энерджайзер весьма чистоплотен и прекрасно ладит с детьми он будет верным и общительным другом семьи лет 15 и все же тем кто решится завести себе такого кота хочется сказать да прибудет с вами сила египетская делитесь мнением в комментариях подписывайтесь на канал и ставьте лукас вверх до новых встреч мои хорошие субтитры сделал DimaTorzok